Возвращаемся из сада домой. Я ходил выключать фонтан, потому что у нас назревает дождик через два часа. И чтобы в дождь не идти и не выключать насос, я ходил его выключать. Но когда вернулся назад, глянул, ничего его не выключил. Я его наоборот включил. Там есть три положения. Нейтральная, через таймер и напрямую. Я включил его напрямую. Приходится возвращаться туда 100 метров, обратно 120, потому что в гору. Вот видите, фонтанчик работает. Оказывается, я его просто-напросто выключил. Ну а тут что происходит? Поскольку мы вернулись, здесь у нас есть корм, то пока собачки едят рыбий корм, я намерен теперь уже наверняка выключить компрессор. То есть не компрессор, а насос. Проще было, конечно, выдернуть с розетки. Вот что я сделаю. По крайней мере, это уже будет видно, что выключено. Вот. Но, как я говорил, у меня есть намерение сделать у Бабы-Яги выключатель, чтобы можно было не ходить сюда, а выключать насос отсюда. Мирка, я же вам уже давал. Мирка, сколько можно? Еще немножко дам и все. Хватит. Пошли. Ну что, закрыл. Вот теперь все. Вода перестала идти. Даже если он через два часа не пойдет дождь, он все равно пойдет ночью и переполнит водоемы. С одной стороны, хорошо. Когда водоемы переполняются, то через берега выходит вся-вся муть. Смотрите, полония какая. Какие листья величественные, а? Гляньте. Какая она. А ведь она пересохла. Это она от корня дала побег. И какой побег потом величественный. А то, что я покупал в садовом центре, честно говоря, не все качественное. Потому что иногда и корни загнившие. Иногда стволы побитые. Ну, бедное растение путешествует. Некоторые из Италии приезжают. Некоторые из Крыма. Некоторые на месте делают. В нашем крае. Вот еще одна павлоне. Так, сейчас мы пойдем. Это инжир пересаженный. Вот он, инжир. А это магнолия. Пойдемте. Я хочу показать, какие у нас персики выросли. Вот от жары. Видите, лук как полег. Сегодня 38. Вот у нас сливы на подходе. Видите, какие. И вот персики. Смотрите, как они растут, персики. Видите? А вот, смотрите. Вот они на ветке висят. А вот. А? Видно? Вот целые грозди. Мне бы увеличить. Сейчас попробую увеличить. Вот. Видите? Вот они. Вот. Увеличил. Теперь назад. А назад не возвращается. Ага, вот так. У меня есть некоторые неудобства, по которым я не могу ни увеличить, ни уменьшить. Эти неудобства у меня находятся в правой руке. Пошли. Магнолия. Вот я внизу. Видите? Марсику и Лирику. Вот. Сейчас малину дождь зальет. Надо прийти собрать малинку, пока дождь ее не намочил. Сейчас одену кепку, рубашку и приду собирать. Ну, это уже будет отдельная серия. И, конечно, уже без собачек. Они со мной прогулялись. Я тоже с ними прогулялся. Все. Рада. 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 Вот эта девчонка. Рада. Рада. Лирик вон пошел, я вижу. Рада. Где она? Но она еще до того хитра, что может остаться, дождаться меня и из-за кустика выйти, когда я буду собирать малину. А может, она побоялась, что я на обратном пути ее надумаю скупать. Умничка, молодец. Учи остальных. Эти. Даже марсик иногда заходит. Ну что? Так. Ну, я на 90% уверен, что рады здесь нет. Марсик будет, да, лежать где-нибудь. Нет, земляне, я ошибся. На, тебе корма. А это марсику. И ради. И тебе. И тебе немножко, на. Ну что, земляне, пошел искать заблудших. Ну, я не буду показывать, как я это делаю. Потому что, кому интересно, как я хожу по саду и гоняю собачьих. Все, всем пока. С вами Александр Ток. По скриптум. Только я выключил камеру, бежит. Один. Вторая. Пошли. Отставатели. Мирка. Мирка, дай ей, дай. Дай. Дай ей. Нагоняй. Все уходят. Все должны идти одновременно. По строевой, как говорит Людмила Морозов. На тебе. На тебе. Все. Ешьте. Собирайте. Видите, все правильно. Написано. Лирик. Марсики мира. Так они и спят. По надписям. Лирик. 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 Улыбнись человечеству. Лирик. Давай. Лирочек. Вот так. Лирик.